Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 26 сентября, Православная Церковь совершает память Святой Великомученице Кэтывани, царице Кахитинской. Святая Великомученица Кэтывана происходила из царского рода Багратиони и была правнучкой царя Картолинского Константина. Став супругой Давида, наследника царя Кахитинского Александра II, она сама правила царством. Глубокое благочестие царицы проявилось в особенном попечении о нуждах грузинской церкви, в построении храмов, приютов и странноприимных домов. После смерти мужа, святая Кэтывана, поселилась в уединении. Брат ее мужа Константин, прозванный Окаянным, принял магометанство и по наущению Шаха Аббаса I, подослал убийц к престарелому отцу, царю Александру II и брату его Георгию. Совершив преступление, Константин велел положить тела убитых на верблюдов и отправить их к царице Кэтыване. Ужаснувшись злодеянию, царица оплакала безвинных страдальцев и похоронила их в Оловердском соборе. Нечестивец, однако, посягнул на ее честное вдовство и попросил ее руки, пригрозив в случае отказа принуждением. Царица Кэтывана собрала кахетинцев и выступила против Константина, разбила вероотступника и нечестивца. Он нашел бесславную смерть со множеством персидского войска. Под мудрым правлением царицы Кэтываны в Кахетии водворились мир и справедливость. Шах Аббас I возвратил ей сына Теймураза, который, хотя и жил несколько лет при его дворе в качестве заложника, но сохранил православную веру в чистоте. Впоследствии Шах Аббас, угрожая Грузии, опустошением принудил кахетинских феодалов к выдаче знатных заложников. В их числе по добровольному согласию оказалась и царица Кэтывана. Желая отвратить беды от грузинского народа и святой церкви, она прибыла в Испагань. Шах Аббас предложил благоверной царице принять магометанство, но получил решительный отказ. Тогда царица Кэтывана была брошена в темницу, где провела десять лет, исполненных мучительными страданиями. Ни пакости от персидских придворных, ни хитрые предложения Шаха возвести ее в царице персидского государства, ни предлагаемые ей великие сокровища, ни прошения и моления придворных, и персидской знати пощадить себя, произнеся лишь одно хульное слово на Христа, ничто не могло поколебать страдалицы Христовой. Ее пытали раскаленными клещами, повесив крестообразно на дереве. На голову святой мученицы надели раскаленный до красна железный котел. Густой дым от загоревшихся волос и всей головы поднялся вверх, и блаженная мученица предала Богу святую свою душу 13 сентября 1624 года. Три светлых столпа, опустившиеся на тело святой Катываны, знаменовали ее духовную победу. Мощи святой царицы Катываны были перенесены в Рим, в собор святого апостола Петра, монахами Августинского ордена, бывшими свидетелями ее исповеднического подвига. Части мощей, честная глава и правая рука мученицы были переданы августинскими монахами царю Таймуразу I и положены под престолом Алаверцкого собора святого великомученика Георгия в Кахете. Католикос, патриарх Захария причислил великомученицу к лику святых и установил ее память 13 сентября по старому стилю. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память обновления, освящения Храма Воскресения Христова в Иерусалиме, Воскресение Словущее, которое совершилось в 335 году и предпраздненство Воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. Чтится память священномученика Корниле Сотника, мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона, мучеников Селевка и Стратоника, мучеников Мокровия и Гордиана, священномученика Иулиана Пресвитера, мучеников Ильи, Зотика, Лукьяна и Валериана, преподобного Петра Ватруя, а также новомучеников и исповедников российских, священномучеников Стефана Костогрыза, Александра Аксенова Пресвитеров и Николая Васюковича Диакона, всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Благая лето.